Всем привет! Сегодня я вам расскажу про структуру рекламной кампании, и наконец-то мы с вами плавно перейдем к следующему этапу обучения, к самому главному, к подбору ключевых слов. Я вам расскажу о том, какие запросы бывают, какие запросы правильно использовать для достижения той или иной цели, и расскажу, где их можно подсмотреть, какими инструментами воспользоваться для их подбора, какие запросы стоит использовать, какие не стоит. Структура рекламной кампании. Когда вы готовите рекламную кампанию в Яндекс.Директе или Google AdWords, подготовка происходит в три этапа. Первый этап — это подбор ключевых слов, составление списка запросов. Это могут быть просто слова, могут быть фразы. в дальнейшем вы пишете под свои ключевые запросы текстовые объявления, и после этого в процессе размещения материалов в интерфейс рекламных кампаний вы расставляете ссылки. О том, как составлять объявления и расставлять ссылки, расскажу немного позже, а сейчас давайте заострим внимание на подбору ключевых слов. Это очень важный момент, потому что чем лучше вы их подберете, тем качественнее аудитория вы приведете к себе на сайт. А чем качественнее аудитория, тем лучше у вас будет продаваться ваш товар и ваши услуги. Запросы можно разделить на четыре типа, на четыре вида. Первый — это простые запросы информационные. Это когда человек просто пошел, к примеру, поискать значение какого-то слова. Ну вот в качестве примера я вспомнил, что такое ПВХ. Видимо, человек заинтересовался, что же это за аббревиатура, что она означает, пришел в поисковик и спросил, что такое ПВХ. Есть запросы навигационные. Они отличаются от информационных запросов тем, что человек указывает предполагаемое место, где бы он хотел найти ответ на свой вопрос. Ну, к примеру, что такое ПВХ в Википедии или там на Википедии. То есть, ну, человек показывает, что вот ему хотелось бы получить информацию на сайте, который он считает авторитетным для себя, мнению которого доверяет. Есть запросы транзакционные. Они скорее больше относятся к продающим и включают в себя, где заказать, где купить, где дешевле. То есть он уже принял решение о том, что он хочет совершить покупку или заказ. Вот. И начинает подыскивать подходящего ему продавца либо поставщика услуг. И третий, четвертый вид запросов, наверное, самый лакомный для рекламодателя, особенно с интернет-магазинами, это запросы продающие. Вот. В общем, это запросы, которые содержат слова «купить», «заказать», «доставка», «стоимость», «цена» и так далее. Где же взять запросы? Ну, наверное, самый простой и самый первый вариант, куда вы обратитесь, это каталог ваших товаров или услуг. На сайте всегда разделены категории товаров, особенно если у вас их много. Соответственно, рекламироваться вы можете по запросу, ну, довольно широкому, там, «телевизор купить», «телевизор заказать». Вот. Тем не менее, чем точнее запрос, тем качественнее пользователь по нему придет на ваш сайт. Например, если вы будете использовать запрос «купить LED-телевизор Samsung», то человек, пришедший по нему, скорее всего, конвертируется в покупатель с большей вероятностью, потому что он уже знает, что он хочет купить либо LED-телевизор, либо ЖК-телевизор, он уже определился с производителем, вот, и сейчас просто выбирает наиболее оптимальное предложение для себя. Безусловно, немножечко забегая вперед, этого человека лучше всего приземлить на страничку сайта, которая максимально соответствует его запросу. То есть, если его интересуют ЖК-телевизоры Samsung, нужно привести его в каталог, где представлены все модели вот таких вот телевизоров. Если же человек сделал какой-то более определенный запрос, то есть указал не только производителя, но еще и модель, то, конечно, нужно приводить его в карточку товара непосредственно вот этого, вот, чтобы человек мог легко прочитать еще раз характеристики, которые у вас перечислены на сайте, нажать кнопку «Заказать» и оформить доставку. Также запросы можно брать в тегах либо страниц вашего сайта, либо сайтов конкурентов. Делается это очень просто. На каждой странице, на любом сайте всегда есть тег контента, и тег Keywords. Вы приходите на страницу интересующего вас товара или на страницу, соответствующую тому запросу, который вы пытаетесь найти, вот, нажимаете правой кнопкой на любое свободное место, переходите в исходный код страницы, и прямо в самом верху, ну вот, как вы видите сейчас на слайде, вы можете найти те запросы, по которым ваш конкурент, либо вы сами пытаетесь продвигаться, ну, либо там ваш вебмастер, там, оптимизатор. Дальше. Есть отличный инструмент, он, наверное, самый популярный и самый доступный, простой в использовании. Это Wordstat Яндекса, который позволяет не только подобрать запросы и синонимы к ним, но еще и получить данные по статистике. Найти этот инструмент довольно просто, вам необходимо перейти по ссылке direct.yandex.ru, сверху кликнуть на ссылку «Подбор запросов», у вас откроется вот такое вот окно, вы можете вводить любые запросы, которые считаете целесообразными, видеть частотность по этому запросу, вы сможете понимать, какие запросы в него еще входят. Ну, к примеру, когда вы делаете запрос «Купить велосипед», он включает в себя «Купить велосипед Мериды», «Купить велосипед БУ», «Купить велосипед дешево или дорого», «Купить велосипед ретро» и так далее. В дальнейшем вы, используя эту же статистику, сможете отсеять весь ваш нецелевой трафик, ну, либо при помощи минус-слов, про которые я буду рассказывать в следующий раз, либо про оператора, который можно для этого использовать. Ну, тема довольно широкая, поэтому я решил ее отложить просто на отдельный курс. Ну, и опять же, когда вы подбираете запрос, вам необходимо учитывать то, что одни и те же вещи могут называться по-разному, ну, синонимами. К примеру, компьютер, ну, сейчас зачастую может быть ноутбук. Или там планшет, это может быть и планшетный компьютер, и планшетный ПК, это может быть там таблетка. Ну, вот сейчас по-разному называют. Я думаю, что в каждой тематике к любому названию любого предмета можно найти какие-то синонимы. Их обязательно нужно учитывать, потому что, ну, все люди ищут по-разному, тем более, если у вас компания таргетирована на несколько регионов, то в разных регионах одни и те же вещи принято называть по-разному. Опять же, если взять там курица и кура, да, это просто вот наречия. Для поисковика это два разных слова, хотя вот мы с вами понимаем, что они обозначают одно и то же. Это вот обязательно нужно учитывать. Ну, и, конечно же, нужно учитывать запросы, в которых есть опечатки. Ну, люди довольно быстро сейчас набирают слова на клавиатуре, могут просто опечататься или набрать слово неправильно, ну, возможно, не знают, как оно пишется. А если Яндекс все-таки в 99% случаев понимает, идентифицирует ошибку и дает выдачу рекламных объявлений правильную, ну, к примеру, там, солнечные, слонечные, там, таблетка, таблетка, там, молоко, то в Гугле пока что такого механизма нет, и поэтому выдача по запросам с опечатками, она будет отличаться от выдачи по запросу правильно составленному, правильно введенному. Понятно, что такого трафика очень мало, но при этом нужно понимать, что и уровень конкуренции, и количество рекламодателей по этому запросу тоже будет меньше, поэтому вы довольно дешево сможете получить очень целевого, заинтересованного в заказе, в покупке вашего товара человека, и, наверное, он будет немного более лояльным, потому что им будет приятно, что вот он ошибся, о нем все равно подумали и показали то, что он искал. Поэтому старайтесь немножечко предвосхищать и продумывать вот запросы с опечатками. Вот, наверное, на этапе подбора запросов самая основная информация закончилась. В следующий раз я вам расскажу про операторы, которые необходимо использовать, и расскажу про особенности подбора запросов под Яндекс.Директ, Google AdWords и медийно-контекстный баннер. До следующей недели!